Светлана Тихановская, лидер народной оппозиции, призвала ЕС не поддаваться манипуляциям белорусского режима, который может предложить освобождение политических заключенных в обмен на отмену санкций, как это уже было в прошлом. Об этом она рассказала в интервью популярному зарубежному изданию после своего визита в Люксембург. В 2016 году ЕС снял санкции с Беларуси, сославшись на улучшение отношений с Минском и освобождение шести политзаключенных. При одной мысли о таком соглашении Тихановская закипела. «Я звонила министрам, прекратите играть в эту игру», — сказала она. «Будьте последовательны в своей политике, поскольку это путь в никуда». Пока все требования гражданского общества, такие как освобождение политических заключенных, переговоры с гражданским обществом и новые выборы не будут выполнены без отмены санкций. Я думаю, что теперь все это прекрасно понимают. Тихановская высоко оценила новые санкции против режима, которые включают секторальные меры против белорусской экономики, в том числе некоторых крупных государственных компаний. «Это ударит по кошельку Лукашенко», — сказала она. Отвечая на вопрос об утверждениях о том, что санкции наносят вред обычным гражданам, она сказала, что люди пострадали от незаконности в стране, а не от санкций. Накануне Тихановская выступила в Совете министров иностранных дел стран ЕС. Лидер белорусской оппозиции заявила министрам иностранных дел ЕС, что Европа должна оставаться единой и принципиальной, поддерживать журналистов и активистов. При этом во время выступления она показала пулю. По ее словам, ее достали из обычного человека, получившего травму, во время мирной демонстрации в Минске. Со своей стороны министры Греции, Литвы, Португалии, Словении, Дании, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии и других стран выступили на встрече со словами поддержки белорусской оппозиции. Совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил четвертый пакет санкций против Беларуси. Ограничения будут введены в отношении действий белорусских властей после президентских выборов в республике в августе 2020 года. Перед встречей верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что дальнейшие экономические санкции будут рассмотрены на заседании саммита ЕС. Под ограничительные меры попал второй сын Лукашенко, Дмитрий. Об этом сообщает сайт Совета ЕС. Дмитрий Лукашенко не занимает никаких государственных постов, но возглавляет общественное объединение – президентский спортивный клуб. Евросоюз отмечает, что через этот клуб он ведет бизнес и контролирует ряд компаний. Он присутствовал на секретной инаугурации Александра Лукашенко в сентябре 2020 года. Таким образом, это приносит пользу и поддерживает режим Лукашенко, подчеркивают авторы санкционного пакета. Под санкции попала и жена старшего сына Лукашенко, Лилия Лукашенко. Авторы списка указывают, что он был тесно связан с рядом крупных корпораций, которым режим Лукашенко был выгоден.